Девушки отдыхают И теперь я вырезаю микроскульптуры из обычных карандашей Меня часто спрашивают, как ты это вообще делаешь? Как это возможно? Сначала все происходит у меня в голове Помню, как-то супруг заходит ко мне в комнату И такая, а что-то ты лежишь на диване уже, который час и ничего не делаешь Иди-ка что-нибудь поделай А я ей стал объяснять Понимаешь, я сейчас работаю Я сейчас создаю скульптуру в своем воображении Потому что шаг за шагом, этап за этапом я ее делаю виртуально И только когда я ее закончу делать в собственной голове, я могу приступить ее делать в реальной жизни Она все поняла, а с тех пор больше меня не беспокоит И теперь могу лежать на диване, когда захочу и сколько захочу Меня еще спрашивают, а какими инструментами ты работаешь? Многие думают, что это какой-то 3D-станок, фрезерный станок, не знаю Или это вообще компьютерная графика На самом деле инструменты простые Это нож со сменными лезвиями, обычный карандаш И еще, да, микроскоп, чтобы я лучше видел Процесс вырезания микроскульптуры, это для меня как медитация Я максимально расслаблен в этот момент и в то же время сконцентрирован Потому что нужно контролировать каждое движение Процесс создания скульптуры, это такой космос для меня Я бы даже сказал, кончик карандаша это микрокосмос И в такой момент я понимаю, что вселенная бесконечна в оба конца И часто спрашивают, а что происходит, когда ломается скульптура? Да, кстати, такое бывает И особенно в самом начале, 2 года назад, когда я только учился это делать Вы знаете, это делает меня сильнее, это такой опыт Каждый раз, когда скульптура ломается, я начинаю снова и снова И тем самым это учит меня смирению и осознанности И это такой вызов для меня А смогу ли сделать я еще сложнее? И чем сложнее будет скульптура, тем это интереснее для меня Вот я хотел спросить у вас Часто ли вам задавали такой вопрос Кем бы вы хотели быть, когда вырастете? Когда станете взрослым? Вот я, к сожалению, не помню, что я отвечал Наверное, что-нибудь стандартное, да, что ожидали взрослые И еще хотел бы спросить вас А у кого из вас сбылась ваша детская мечта? Кто вот сейчас стал именно тем, кем мечтал быть в детстве? Поднимите руку, есть такие? Здорово Я где-то 6 человек насчитал Я помню, что все свое детство я любил рисовать Мои родители закончили худограф Были художниками и преподавали в школе Помню, я любил смотреть, как рисует мой отец Даже посещал уроки рисования моей мамы в школе Знаете, я вырос в такой творческой атмосфере Где все было наполнено искусством И любовь к искусству, к рисованию передалась Мне по наследству, можно сказать Но так случилось, что я не пошел по стопам родителей И выбрал иной путь Да, я поступал на худграф Сдал профильный экзамен на отлично Там рисунок, живопись Но вот черчения завалил Не поступил Пошел в армию, как все А когда вернулся, то во мне что-то изменилось Тогда я решил, что становиться художником Это непрестижно Художник вообще денег не может заработать Серьезно, да, что карьеру Нет Я поступил с друзьями на юрфак И потом 20 лет Работал в офисах различных компаний Кем я только не был Юристом и менеджером Вы знаете, к 40 годам Я, можно сказать, достиг такого пика в своей карьере И стал руководителем Одним из руководителей Одной престижной уфимской компании И вот У меня, казалось бы, было все Я был, знаете, таким образцом Успешного менеджера Мне многие завидовали Было все, но я совершенно не был счастлив Знаете, я приходил домой И вот на меня, как говорит супруга Невозможно было смотреть Я был бледный, подавленный, усталый Такие стеклянные поникшие глаза Я вот буквально ложился на диван И ничего больше не мог делать Помню, закрывал глаза И только таблицы, таблицы, отчеты какие-то, таблицы А когда я просыпался Это даже не пробуждение было Я просто вставал, как зомби И шел на работу Я ненавидел каждое свое утро А потом Я стал задавать себе вопросы И что, вот так и пройдет себе моя жизнь Это, в принципе, все, что я добился А как меня запомнят Какой пример я детям показываю И тут Произошел один случай Когда Мы с семьей отдыхали на море И заглянули в гости К моему другу детства Которого я не видел 25 лет Мы сидели, разговаривали И он спросил А ты до сих пор рисуешь? Ты художником стал? Я говорю, ну знаешь, нет На самом деле Я 20 лет уже, наверное, не брал в руки кисти Вот со школьной скамьи Мне стыдно было этом признаться А тут рядом были дети И они такие Папа, ты рисуешь? Ты стал художником? Почему ты не стал художником? Почему ты нам ничего не говорил? Я не знал, что им ответить Почему я не стал художником? И в тот момент во мне что-то изменилось Что-то переключилось Я вспомнил то, что Кажется, давным-давно позабыл И тогда я понял, что Пришло время что-то поменять В своей жизни И я решил Уволиться Ну как решил, знаете Уволиться на самом деле Ведь не легко А вот интересно Поднимите руки Те, кто вот прямо сейчас Готов позвонить своему шефу И сказать Ну все, короче, я увольняюсь В понедельник меня не будет Поднимите руки Кто так может сделать? Три человека Четыре Пять И все То есть все остальные счастливые Им нравится их работа Да? Так вот Принять решение Уйти с работы Было очень нелегко Потому что Ты не знаешь, что будет завтра Тебе нужно кормить семью Потому что Зарплата дает Каждому месте Какую-то гарантию И еще кредиты Кредиты нужно платить Они у всех есть И тогда я продал дом Свой новый Двухэтажный дом Который мы совсем Недавно переехали Я заплатил все кредиты Все свои долги И стал финансово независимым Только тогда я смог уволиться Я не помню свой Последний день в офисе Сколько бы ни пытался Зато я помню, что я отсыпался Целый месяц потом И я посвятил целый год Поиску ответов на свои вопросы Кто я В чем мое предназначение И чем бы я хотел заниматься дальше Я много читал Много думал Стал вегетарианцем Знаете, даже был некоторое время сыроедом Потом сорвался И Знаете, я побрился наголо Вообще в ноль Для того, чтобы связь с космосом улучшилась Было, было И Потом я купил краски, холсты И стал рисовать И понимаете Это было Это было неописуемо Я словно нашел часть себя Что-то я нашел Что-то давно забытое Это было Откровение Это было вдохновение Супруг говорит Что меня было просто не узнать Что я просто весь светился От счастья Да, я рисовал картины Но И был очень счастлив Но я еще их не умел продавать Знаете, настал момент Когда Просто кончились деньги Все наши сбережения И так далее Нужно было На что-то жить просто Когда я стал продавать Ненужные вещи Ну как ненужные Это, знаете, такие атрибуты благополучия Продал дорогую кофеварку С кофемолкой Потому что узнал, что кофе пить вредно Потом соковыжималку Пароварку И так далее Помню, как стоял в окно Смотрел, как увозит покупатель Мой любимый велосипед горный Понимаете? Ну ничего, пешком ходить-то еще полезнее Но потом, к сожалению Настал момент, когда Мне пришлось сказать семье Что я вынужден вернуться на работу Я очень не хотел Но надо было Потому что нужно было на что-то жить Я хорошо запомнил, как Моя супруга сказала Она сказала Да, ты можешь Ты можешь вернуться в офис И ты снова будешь успешным Только представь Представь, где ты можешь оказаться Если Если будешь заниматься То, чем ты так любишь Где мы можем быть все вместе Если ты будешь заниматься любимым делом А дети, по-моему, тогда подхватили Папа, не надо Не возвращайся на работу Рисуй, ты же художник Тогда мы приняли всей семьей решение Что папа будет художником И мы пойдем до конца Потом я стал экспериментировать С различными материалами С различными объектами Так появились спичные коробки С моим любимым вагогом Потом я стал искать Что-то еще интересное В миниатюре Так появились Копии картин На семечках тыквы На других семенах И помню, как-то мне позвонил Мой бывший шеф И такой Салават, я тут смотрю Ты в инстаграме картина Там выкладываешь Продаешь А почем вот эту продаешь? Знаете, это Было такое Откровение Как прикосновение Бога Какое-то дыхание Вселенной Тогда я понял, что мы На правильном пути Так я продал свою первую картину И стал этим зарабатывать Теперь я делаю скульптуры На карандаше Это стало моей стезей Моим призванием Моей страстью Да, я художник И 20 лет назад Я совсем забыл об этом Но я нашел призвание Я нашел себя Теперь я очень счастлив Я хочу сказать, что Если вы любите чем-то заниматься Если у вас есть любимое дело Если вы думаете, что это вам больше всего нравится Пожалуйста, занимайтесь этим Не как хобби Не делайте это по выходным Или после работы Понимаете, это выглядит так Что вы пытаетесь Дотянуться до своей мечты И при этом Придерживаете дверь Чтобы она не захлопнулась Поймите, пропасть Нельзя перепрыгнуть На 99% Вы должны отдаться Я хочу показать вам Я хочу показать вам одну картину Автор этого рисунка Дважды поступал В художественную академию И оба раза Его не приняли Его признали посредственным художником И порекомендовали вообще На архитектурную куда-нибудь идти Но он тем не менее Продолжил рисовать Открытки, свои акварели И продавать их На это он жил А потом он стал политиком Но спустя несколько лет Он сказал в своем интервью Что Вообще я художник И когда Я покончу с польским вопросом В старости Я хотел бы умереть Как художник Знаете Если бы он не стал политиком То более 40 миллионов людей Остались бы живы Эту картину нарисовал Адольф Гитлер Мы не можем изменить Наше прошлое Но мы можем начать Менять наше будущее Прямо сейчас Спасибо 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 Спасибо